Здравствуйте, дорогие друзья! Немножко с утра, чуть позже урок. Потому что вчера мы делали большую митцву. Мы на тысячу человек поехали, сделали плов солдатам. Все были довольны. Перед Рушашана это великолепное митцва. Говорят, что хорошо помочь людям. А тут мы помогли вообще тем, кому действительно это было надо. Вы знаете, мы вступили в такое время перед Рушашана. Рассказывают мудрецы притчу о банде разбойников. Которых царь посадил в тюрьму, и они вырли подземный ход и выбрались наружу и убежали. Один из них решил остаться в тюрьме. И когда пришли тюремщики, увидели вырватый ход, пустую камеру одного заключенного, они избили его палкой, говоря, что жалкий человек. В своем распоряжении был уже подземный ход. Почему же ты не поспешил им воспользоваться и не вернул себе свободу? Это можно говорить о раскаянии о подземном ходе, который находится в распоряжении нашим с вами. Если мы не хотим воспользоваться и навлекаем на себя большой гнев, надо срочно. Если человек не успел до сегодняшнего дня, но сегодня еще, вот сегодня-завтра, вот надо принять какие-то решения, что-то сделать. Вообще, есть масса обычаев, связанных с Рушашанат. Например, обычаи посетиться в Рушашанат первую половину дня, то есть завтра, короче, до Минхи, ну это примерно до часу дня. Написано в Минхи, что за этот пост человек упрощается треть всех грехов, которые были у него на земле. Стоит попробовать. В Рушашана принято расторгать те обеты в течение года. Человек вечно что-нибудь скажет, я обещаю, клянусь, да и что. И это очень большим приговором висит над ним. Поэтому предпочитают предстать в день суда перед Всевышним очищенным от этого тяжкого греха. И это простая церемония, она в любой синагоге заходит, там три человека читаете текст и во время утренней молитвы снимается. Есть одно, я раскрою важный-важный секрет. Написано в книге Каббалы, что вот эти дни, и особенно в два дня Рушашана, человеку будут посылаться различные испытания. Его кто-то будет пытаться вывести из себя, ренервировать, разозлиться, что-то не так сделать, сказать, дать, не дай бог, оценку кому-то. Вот это и есть работа Сатана. В эти дни он обязан человека расшатать, чтобы тот что-нибудь не так сделал, сказал. И все, человек, например, поругался с кем-то, и отлично. Потом целый год ничего не надо делать, он уже будет ругаться со всеми. Обратите внимание, сейчас происходят величайшие чудеса. Все говорят, что были чудеса при выходе из Египта. Были чудеса, там, 7-дневная война была, там, такое чудеса. А сейчас, сейчас еще больше. Сейчас еще не успели начать воевать, уже там пейджеры убили половину. Все говорят, моя сила, моя армия хорошая. Но армия такая же была немножко позже, полгода назад, когда все ее ругали, пынали. А сейчас просто наверху такое время, вот видно время расположения. Уникальное время чудес. Его надо только увидеть и не придумывать, что это моя сила дала, что это мы такие сильные. Нет, это сейчас бог по каким-то неведомым нам причинам улыбнулся. Улыбнулся, смотрите, что происходит. Просто вообще весь мир открыл рот и смотрит. Поэтому это надо прочувствовать это время. Более перед Рошашана. Ладно, вернемся к Рошашанам. Я уже говорил, еще раз хочу повторить целый набор. Мы, может, завтра сделаем, что кушать за столом такой быстренько. Но надо не забыть обязательно финики, потому что финики это... Симам на Рошашана съесть один финик для здоровья и для уничтожения врагов. Вы знаете, вот рассказывал Равку такую притчу. Человек пришел на работу, устроился. Ему говорят, вот становись, вот здесь так и работай. Он пришел, посмотрел, освоился, никого нет. Посмотрел, вообще никто не наблюдает за ним. Раз никого нет, значит, никто ничего не видит. Ну и он целый год там покурил, посидел, выпил. Через год приходит, а расчет написано раз в году. Ну что, здравствуйте, говорит, полон надежды. Прошу вас, дайте мне, пожалуйста, там положенное за год. Ему говорят, вот увольнение, а вот что вы должны зовут? Он говорит, как это так? Вы что, я пахал как лошадь, я целый год. Ему говорят, да, одну минуточку. И показывает, заходит комнату. А там не знал только работник одного, что везде камеры, что все, что видно, все, что мы делаем, все записывается. И вот ему показывают фильм, он в ужасе теперь, да, ты работал, вот смотри, как ты наработал. Конечно, печально, поэтому тут надо правильно настроиться. Надо расстроиться и понять, что, к сожалению, все записывается. Над нами есть глаз, есть ухо, и все, что мы делаем, видим. Но еще и больше, то, что мы думаем, тоже записывается. Поэтому вот перед этим ничего не скроешь. Вот таким вот надо, с этим пониманием надо идти на суд. Все все равно известно. Рошашана – это время оценки нашей жизни. Человек совершает много неправильного, часто злого. Еврейский религиозный взгляд на мир, он дает надежду на возможности исправления. И Всевышний устроил так, что он проникает в этом мире, сживая свою силу, свою энергию и свой свет бесконечный, чтобы он мог проникнуть в самые темные места. И поэтому в какой бы ситуации человек не находился в жизни, как бы далеко в своем представлении, или так ужел от Бога, никогда нет проблемы в этом. Он всегда может вернуться. Каждому человеку просто свой путь, своя возможность возвращения. И в мире нет места отчаяния, говорятся вот комментарии к нашим рассказам о нашем празднике. Нет комментариев, потому что покаяние оно всегда. Вот человек может сейчас сесть за 10 минут, сесть и сказать, папа, я что-то делал все время не так. Но сейчас перед Новым годом я беру на себя вот это, и буду делать так. Надо сделать этот шаг. И тогда мы выиграем вот этот замечательный приговор. Хорошей вам печати, хорошего приговора, сладкого приговора. Браха вы от слаха.